Украинское информационное агентство UNN.com.ua 15 июля, ссылаясь на главнокомандующего силами ДНР, Игоря Стрелкова опубликовала следующий материал. Якобы ополченцы, двигаясь на танки в районе Дмитриевки, выскочили на собственное минное поле, где взорвались и сгорели. При этом в сводке Стального Стрелкова, приводимой UNN, все как раз наоборот. Четыре единицы техники противника, спасаясь от огня, выскочили на собственное минное поле вдоль границы с Россией, где взорвались и сгорели, говорится в сводке. С чего это вдруг Стрелкову называть собственные силы техникой противника, неизвестно. UNN не просто перекрутила факты, но и не постеснялась дать сводку вместе с собственной интерпретацией в одном материале. Телевизионная служба новостей телеканала 1плюс1 в выпуске от 15 июля обвинила в авиаударе, нанесенном украинской авиацией, по снежному народное ополчение. А некоторые украинские СМИ, как Лига новости, Цензор ЮА и ЮАИнфо успели заявить, что это была российская авиация. Однако очевидцы утверждают, что авиаудар был нанесен украинским самолетом. Украинские самолеты вот это вот делают. Вы бомбите кого? Мирных жителей? Наша украинская армия не спасает население, а наоборот. Вот осколок, который попал. Этим осколком чуть меня не убило. Аналогичную точку зрения озвучили в эфире украинского телеканала 112, корреспондент которого, в отличие от других журналистов, посетил место трагедии. Ни у кого из местных жителей сомнений нет. Авиаудар нанесла именно украинская армия. Украинский журнал «Фокус ЮА» 15 июля разместил красочную инфографику о том, как, цитируем, армия и МВД теснят боевиков, несмотря на помощь сепаратистам со стороны России. Танки, грады, ПЗРК «Игла», беспилотники, мины. Российская Федерация не жалеет техники для поддержания очага нестабильности в Донбассе. При этом журнал не привел ни одного доказательства утверждения о массовых поставках вооружения народному ополчению России. А про успехи карательных сил расскажут они сами.